Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиосуществители. Как мы анонсировали, депутат СИИМа и председатель подкомиссии по общественному здоровью Виталий Орлов у нас сегодня в студии. Добрый день. Добрый вечер. Какое-то время вы у нас не были, а сейчас вот такая самая актуальная тема, и, конечно, бюджет. И, естественно, один из таких важных вопросов, который обсуждается, это то, как правительство в нарушении, кстати, закона о финансировании здравоохранения отказалось в следующем году выделить необходимые средства, чтобы повысить медикам те зарплаты, которые были гарантированы, подчеркиваю, законом. Я так помню, что депутаты за это проголосовали единогласно. На 20% повысить заработную плату. Но этого не произошло. Я так понимаю, что сейчас оппозиция собрала подписи и будет создана комиссия по расследованию. Может быть, с этого мы и начнем. Да, подписи собраны, они будут внесены. И, ну, я думаю, лучше поговорить о том, что не... Не поговорить, а что являлось причиной всего этого. Да, хочу действительно напомнить о том, что предыдущий созыв парламента, он сделал медицину приоритетной отраслью и поэтому предусмотрел повышение ежегодной заработной платы, которая в течение трех лет существенно увеличила зарплату медиков, чтобы приостановила отток молодых специалистов, которые уезжают за рубеж. Возможно, вернулась бы какая-то категория медсестер и врачей, которые работают за рубежом, и мы могли бы стабилизировать проблему с трудовыми ресурсами в медицине. Первый год у нас были деньги, которые нам разрешила взять Евросоюз за счет, скажем так, кредита. Это было только на один год, а в законе было предусмотрено три года. Поэтому, выполнив первый год, зная, что на второй год нужны будут тоже дополнительные деньги, в итоге комиссия собралась в августе месяце по просьбе министра здравоохранения, которая нам сказала, что не очень идет это самое, легко идет формирование бюджета, но попросила, скажем так, помощи для того, чтобы отстоять отрасль и норму закона. Собрались на это самое, по инициативе псевдокомиссии и, скажем так, правящего большинства в августе месяце, когда парламент еще находился не на работе. А вы уже работали, да? А мы уже работали, да, и было единогласно тоже принято решение. Заслушали тему о дефиците ресурсов медиков в разных больницах, он действительно очень большой, все региональные больницы. То есть, всюду не хватает специалистов? Всюду не хватает специалистов, и поэтому, скажем так, эти очереди на консультации, очереди на операции. И это в вашем родном ЗМГВ тоже, да? Да, да, Елгарская и Копилская больницы тоже указывают. То есть, не хватает врачей? Не хватает. Мы, допустим, не можем, нам дают сейчас деньги на создание структуры по инсульту. Но врача-невролога, который приехал бы, работал бы на зарплату, которая считается, я считаю, что она достойна, а его нету. Даже на такую зарплату нет денег? Да, он не едет в город, потому что город предоставляет жилье, предоставляет все что угодно. То есть, только приезжай в Екаписку больницу, и работай. И это говорит о том, что проблемы в медицине нужно постоянно мониторить, нужно смотреть. К составу, кто уходит на пенсию, сколько у нас резидентов, сколько у нас поступило, сколько мест государственных. Каким специалистам увеличить резидентуру, количество мест, где есть дефицит. Допустим, мы сейчас знаем, что нейрохирургов уже достаточно. Их столько, что можно уже не готовить. И даже если, допустим, человека 3-4 и уедут, ничего не случится, потому что нейрохирургия у нас в двух больницах Риги. Да. Ее нету геологию, условно говоря. Да, да. Когда укрепился, это самые два врача есть и лепые. То есть, врачей достаточно. По этим направлениям. Да, по этим направлениям. Поэтому нужно мониторить специалистов, которых не хватает. И учитывая, что подготовка врача занимает 10 лет. 10 лет. 10 лет. Надо понимать, кого мы это самое, кого вы готовите, на что мы делаем акцент. Поэтому эта работа непростая, она действительно такая аналитическая, но это постоянная текучка министров и работа, которая была проделана, передается следующим. Как мне кажется, ее в министерстве эта сторона хромает. Вот тоже интересно, что министр здоровья, госпожа Винкелы, говорила так. Вот я билась, билась, но вы понимаете, ничего я не добилась. Да, ну извините, есть закон. Если он не исполняется, но министр должен, не знаю, или уходить в отставку, или что-то должен делать. Вот вы до эфира сказали, что, по-моему, было интересно заседание комиссии. Да, самое интересное было заседание комиссии, где пришла министра, которая отстаивала бюджет. И также мы ей задавали вопросы. Значит, из членов комиссии вопросы министру задавали только три человека. Это я, Андрей Крементьев и бывший министр Анда Чакша. Остальные молчали. И учитывая, что мы втроем, это те, кто переизбрались. То есть уже имеет опыт депутации. Имеет опыт, который знают. Анда Чакша, бывший министр, она знает систему. Мы знаем тоже систему, потому что мы с ними работали в этой комиссии. Остальные депутаты молодые. Они не знают ни структуру, ни комиссию. И они не задают вопросы. Вообще. Вообще. И у меня такое ощущение, что, ну как, если человек не задает вопросы, есть два варианта. Или он все знает, или он ничего не знает. Я складяюсь больше ко второму варианту, потому что я же с ними постоянно работаю ежедневно. И тогда у меня вопрос, а что сидим здесь? Вот что сидим? Ничего не спрашиваем, не учимся. Пошел год. Вы обещали снижение цен на медикаменты. Вы обещали увеличение поддержки семейных врачей. То есть почитать программу медиков обещали золотым дождем осыпать. Новые консерваторы, я помню, сказали, что чуть-чуть не с 1 января вот этого года, который скоро заканчивается, будет минимальная ставка врача 1800 евро. Да, так сказать. Где? Да, да. И вот это все было обещано, и об этом уже не говорят, не поднимают и не решают вопросы, которые на нынешней ситуации являются актуальными. И это у меня вызывает, скажем так, такое чувство, что люди не отрабатывают свою заработную плату. То есть просто сидят и все, да? И получают зарплату, потому что нам опять, согласно закону, то, что увеличивается средняя зарплата по стране, нам опять тоже увеличат зарплату. И у меня ничего не оставалось. Я считаю, что мы не заслужили увеличение заработной платы. Отказать… Вы имеете в виду депутаты? Депутаты, да. А со следующего года вам увеличат? Нам увеличат, да. И вот, допустим, я понимаю, что я ее не заработал, потому что мы в комиссии не приняли ни одного закона, улучшающего ситуацию инвалидов, детей, медиков. Ни одного закона не приняли. И поэтому мы не отработали эту зарплату. Ничего другого, как эту прибавку, которую нам будет в следующем году, просто повернуть, отдать на разные проекты, которые я для себя решил. Это там столетия школы будем спраздновать у себя. Ваше родное, да. То есть я буду просто на базы деньги отдавать тем, кто, условно говоря, их зарабатывал и отдает их нам. И с чех налогов мы живем. То есть вы будете фактически на благотворительность их направлять, да? Да, это было, но это будет немножко в большем самообъеме. То есть все время это было. А, то есть вы и сейчас помогали, да? Ну, обычно это такие, как там помощь, как то, что мы видим в Фейсбуке, знакомые, случилась беда, операция. Обычно такие, ну, так, как говорится, без крика просто перечисляешь. Зато интересно, что многие недоумевают. Понятно, что партиям надо тоже как-то жить, рекламироваться. Но именно в этот момент, когда, условно говоря, они выполняют обещания медикам, тем же педагогам повышать резко финансирование партии, многие тоже недоумевают, наши вот радиослушатели. Я понимаю, почему они на это пошли. Потому что... Партищики имеете в виду, да? Это, как Павел, касалось двух партий. Это КПВ и ЛВ и... Новый консерватор. И Новый консерватор. Потому что они обещали столько, чтобы попасть в парламент, что люди им поверили. Им поверили, что будет там минимальная зарплата 500. Минимальная пенсия 500. Необлагаемый минимум 500. Да, то есть 3 по 500. Еще министерство будет сокращено. Да, министерство будет сокращено. Столько было обещано, и люди поверили. Это они не выполнят. Ничего, да? Это очевидно. Но, значит, нужны деньги для промывания мозгов, которые будут выданы через государство партии. И она сможет отойти согласно закону и объяснять, почему они это не сделали. Я думаю, что это единственное, что движет правящими сейчас. Потому что надо будет... Наверное, считают, что у людей память короткая. И что они в очередной раз расскажут, кто виноват. А почему им это не удалось сделать? Да. Еще, наверное, такой важный аспект. Мы видим, что и в социальной сфере, хотя там какие-то определенные есть подвижки, но мы видим, что вот даже он будет сменен, подал в Конституционный суд, потому что вот этот минимальный гарантированный доход 53 евро в месяц. Но мы уже понимаем, сейчас будет 64, но и на эти деньги в месяц прожить невозможно. Это какое-то издевательство. Но какие 64 евро в месяц? Основная вот проблема... Потому что одно заседание было посвящено бюджету Министерства предстояния. Одна из проблем, которая я считаю основная, это то, что нынешний министр, который Роман Петрович, который возглавляет Министр предстояния от КПВЛВ, у нее, во-первых, нету стратегии. Она не до своего вступления в должность, она заявила, что ее система предстояния не интересует, она не хочет там работать, но она пошла туда работать. Поэтому там находится человек, для которого это не работа, а нелюбимое дело, а это каторога. Не самая лучшая вообще мотивация. Да, да. И у нее нету... Она не дает вектор развития системы. Потому что на комиссии нам заявили, что уже социальный бюджет специальный составляет больше миллиарда, и еще будет 200 миллионов дополнительно собрано. То есть я согласен с тем, что это накопление для тех пенсионеров, которые будут получать, из чьих средств они будут получать, когда демографическая ситуация будет ухудшаться. Это так называемая подушка безопасности. Я согласен. Но если ты 200 миллионов, которые были выделены, дополнительно были собраны, ты хотя бы 10% не направляешь на какие-то животрепещущие вопросы, то тогда получается, что только идет накопление в мешок, а люди живут сейчас и сегодня. Та же самое изменение оплаты по безработице. Где логика? Мы платим налоги. В налоге предусмотрена определенная часть на то, что в случае, если такая случилась ситуация, и ты потерял работу, то ты из этого выплаченного налога получаешь в течение 9 месяцев. Они говорят, 9 месяцев это много, нужно сделать 8 месяцев и сократить, допустим, первые 3 месяца сейчас по 100, планируемым будет первые 2 месяца только 100% выплаченного зарплата. Но тогда уменьшите и налог. Меньше вы выплачиваете, меньше сделаете налог. То есть тогда будет понятна логика, что вы хотите, чтобы человек быстрее вернулся на рынок труда, чтобы его меньше будешь получать, быстрее будешь искать работу. Такая у них логика. Но тогда, извините меня, сократите на эту же процентную часть эти выплаты, которые уже человек не будет получать. Получается, что я покупаю продукт, а с 1 января мне говорят, не-не-не-не, он уже гарантия на него не 2 года, а год. Но подождите, когда я его покупал, то даже было 2 года гарантия. Поэтому это большая беда. Я понимаю, что правящие всячески пытаются исправить ситуацию. И вот сегодня была информация, что Бейнарович, который был в каком-то аппарату членом правления, будет руководить аппаратом министра благосостояния в министерстве. То есть это человек, который занимал в свое время должность госсекретаря. То есть, ну, я понимаю, что она ищет людей, которые, скажу, за нее будут делать работу министра. Да, это, конечно, очень печально. Вот вы упомянули, это тоже важный аспект, о котором вы в свое время в нашем эфире говорили, о том, что о снижении цен на медикаменты. Вот на ваш взгляд, это реально вообще сделать? И почему правящие это не сделали? Это реально, мы как депутаты можем уменьшить налогнодобавленную стоимость. Сейчас собранная инициатива на портале Manabals.lv, это больше 10 тысяч, просят уменьшить налогнодобавленную стоимость на медикаменты с 12% до 5, как это в Литве. В Эстонии 9%, ну, значит, нам предлагают это самое. То есть, и таким образом, это один из механизмов. Потому что, вот сказать, что только этот механизм можно задействовать, и он будет работать, нет. То есть, это должен быть комплекс. Это должна быть и конкуренция, это должна быть и изменение налоговой системы, это и, скажем так, вопрос наценки, это на уровне кабмета министров. То есть, мы даже к этому не можем, мы не можем даже подправки, да. Это все в компетенции Кабмина, да. Поэтому, а, и плюс, что уменьшает цены, это увеличение компенсации как таковой. То есть, чем больше денег будет отдан на компенсацию, тем это автоматически упадет цена. Это все, кто знают это, они все двумя руками это поддерживают. Но это, это дополнительные деньги, которые, к сожалению, правительство не находит. Ну, вот мы говорили о том, что в законе есть, это самое, эти 4%, да, и конкретная сумма на увеличение заработной платы, то, а чем хуже Министерство обороны? Вот у них эти есть 2% есть от ВВП? Зафиксировано, да. Зафиксировано. И самое главное, то, что зафиксировано, они его получают. И, а сейчас у нас, у нас было на 19-й год 3,7%, на 20-й год 3,5%. То есть, мы фактически процентом отношения к ВВП? Процентом у нас становится, она говорит, но мы же получаем больше денег. Но Министерство обороны было 2%, и осталось 2%, и она получила такие же, так же больше, да. А мы уменьшаем с 3,7% до 3,5%, но Министерство говорит, оно денег, в объеме мы получаем больше. Вот эта замечательная фраза, вот подтверждение вашей же мысли, то, что нам говорят, вы знаете, Каренч говорит, премьер-министр, у нас исторический самый большой бюджет. Но если у вас исторический самый большой бюджет, почему же вы ведете себя так, как будто у нас уже кризис наступил? Может быть, действительно, где-то они вводят нас в заблуждение, и на самом деле, фактически бюджет следующего года уже фиксирует ситуацию ухудшения экономики? Ну, то, что год будет непростой, это, я думаю, что это факт. И мы очень часто общаемся с предпринимателями, которые стараются выйти на рынки там, где нас не ждут. Потому что Европа – это уже рынки, уже, скажем так, устоявшиеся, и туда пробиваются немногие. Заработать можно, это Восток, и Восток, в моем понимании, это не только соседи Россия, Украина и Беларусь. Это Вьетнам, это Средняя Азия. И тут возникают вопросы. То есть, первое, как работать там, где у нас нет посольства? Потому что, чтобы привлечь инвестора или тех же самых студентов на обучение, они должны получить визы. Второе, как вести расчеты после того, что произошло в банковском секторе, и все предприниматели говорят, что они сталкиваются с тем, что вот он работал, 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 а ему звонит банк и говорит, мы закрываем ваш счет. То есть, как это закрыть счет, если… И латвийские предприниматели уже не могут счет открыть. Да, нет, во-первых, в банке, где он работал, ему закрывают счет, он идет в другой банк, а тебе говорят, нет, мы тебе не откроем счет, это вообще нонсенс. Да, то есть, уже резидентам не открывают. Резидентам не открывают счет, резидентам юридическим, не открывают и физическим лицам. И физическим лицам. И я один из тех, у которого деньги были в Светбанке. Так. И когда, помните, там было самое, когда отмывание денег, и возникли какие-то эти самые волнения, я решил, думаю, ну пойду, на всякий случай открою в Светбанке счет, потому что закроют свет, ну куда, чтобы можно было перечислить зарплату, да, как говорится, потому что счет-то только один. Я пришел в Светбанк, подал все документы, сказал, кто я, что я, полтый с кинозой мегапрессу, он ответил на все им вопросы. Все написал. Все написал. Они мне говорят, дайте распечатку за последние полгода ваших платежей. Я говорю, подождите, я вас не пришел просить кредиты, я вас пришел открыть счет. Только, и объяснил почему. Потому что если бы в Светбанке было все хорошо, я бы у вас даже не было, у меня у вас. Нет, не открыли. Потому что я отказался дать платежи, потому что я говорю, извините, меня проверяет ВИД, КНАП, меня проверяет свой банк. То есть, что вы еще хотите, какие платежи за последние полгода. Если я сделал другой выплатеж, мне бы остановил бы Светбанк, бы остановил платежи. Поэтому там незаконного ничего не может быть. Но я пошел на принцип, что не дало, они сказали, что они не откроют. Вот так и не открыли. Не открыли, да, но мой агент в Светбанке перекрестился, сказал, что слава богу, что такие люди работают в Светбанке. Вы никуда не уйдете тогда. Вот так. Крех и сбег, да? Да. Вот тоже такой интересный вопрос. Все-таки ваши ощущения, учитывая ваш политический опыт и знание вообще ситуации здравоохранения, но вот правящая коалиция решила не соблюдать закон в отношении медиков и не повышать им на эти 20%. Потому что реально не было средств. Или они цинично посчитали, что ничего, каким-то отдельным медикам мы же прибавим, потому что 42 миллиона все-таки дали из необходимых 120, но все-таки 42 миллиона дали. Ничего не случится. Медики никуда не денутся. Нет такого ощущения, что именно это превалировало. Что можно было найти деньги, но они решили ничего. Мы лучше на всех поделим. Ну, мне очень тяжело говорить, что было у них в головах. В головах, да. Да, я исхожу из того, что может… Ну, была возможность. Любой радиослушатель, любой, кто следит за прессой и смотрит новости, он понимает, что первое – декларации правительства, медицина приоритетная. Приоритетная. То есть это первый шаг, как правило. Второй шаг – в законе, где описана норма закона, которую нужно выполнить. И поэтому, готовя бюджет, изначально Министерство финансов, Министерство здравоохранения должно было это увеличение, которое присутствует законом, зарезервировать и, скажем так, внести в бюджет. То, что они таким образом поступили, ну, это говорит о том, что в этой лозунге, что это коалиция справедливости и законности, это больше слова, которые, ну, наверное, рассчитаны, к сожалению, на основную массу жителей Латвии, которых они считают, скажем так, людей с короткой памятью, которые, наверное, думают, что с увеличением противного финансирования они им опять расскажут истории и попросят очередной кредит доверия и будут объяснять, кто им не дал возможность реализовать свои самообещания. Но, честно говоря, я не знаю, я из того поколения, где рос во дворе, где, если ты сказал, то ты должен был делать. И даже если тебе это было невыгодно, да, не можешь не обещать, скажи, что, найди слова такие, но если сказал, то да, и, наверное, те, кто меня знают, они знают, что никогда никого я не подводил, если я обещал, то или я выполнял, или делал все, и человек видел, что вот... А дальше уже просто не от меня зависит. А дальше уже, да, уже не от меня, к сожалению, зависит. Виталий Орлов у нас в студии, депутат Сейма от фракции «Согласие», буквально пару минут на рекламу, потом вернемся, я вижу, что есть вопросы по телефону, будем их принимать, не переключайтесь. Еще раз добрый день, уважаемые радиослушатели. Виталий Орлов у нас в студии, депутат Сейма от фракции «Согласие». Вот тоже такой вопрос, который я хотел вам задать. Вы в прошлом парламенте возглавляли комиссию по мандатам и этике, в этом тоже вы в этой комиссии работаете зампредом. Время от времени поступают в Сейм вот эти народные инициативы, в основном из «Мана Баусселвер», где собрано хотя бы 10 тысяч подписей. Как вы сами чувствуете, вот инициативы от народа, я понимаю, что они разные бывают, бывают такие и чисто провокационные, как мы в свое время обсуждали с этим памятником, освободителем, но бывают и достаточно актуальные, толковые. Есть шанс вообще, чтобы хоть каким-то образом вот эти инициативы вообще были выработаны в закон и были приняты? Да, безусловно, я считаю, что это неплохой механизм. И даже если взять последние, которые к нам приходили, допустим, по системе депозитов тары. То есть, вот сегодня мы в окончательном чтении приняли закон об упаковке, когда с 22-го года, 1 февраля, все те вот так называемые, я так буду говорить, чтобы было понятно, пивная бутылка из ПЭТ какая-нибудь, там из ПЭТ Кока-Колы, да, из жестяная бутылочка пива. Из-за советского поколения помнят, что стеклянные бутылки можно было сдавать. Да, то есть, их законом их можно будет сдавать, да, она станет дороже, условно. Потому что тогда будет заложена цена. Заложена, да, но это ты сдаешь, и за это ты получаешь это самое деньги. То есть, тебе возвращается эта сумма, да. То есть, авторы инициативы просили, чтобы система, это классический депозит, который я назвал, чтобы она была расширена, потому что есть там из-под шампуня, из-под там жидкостей каких-то. Это тоже упаковка, для которой возможна потом переработка. И народно-хозяйственная комиссия приняла решение, что начинаем мы с классического депозита, когда сдаются бутылка, пластмассовая бутылка, это самая жестяная баночка, да, и потом, но мы ее делаем такую, на которую можно потом будет нанизать и также другую упаковку. То есть, я не знаю, что это будет, это будет обязательно какой-то штрих-код, да, который будет считывать машина или, скажем так, оператор, поднося этот самый датчик. Но это будет реализовано. Я надеюсь, что вот инициатива по уменьшению налогодобавленной стоимости на медикаменты 5%, да, это то, что поможет нам, депутатам, скажем так, выходить с предложениями, отзываться на то, что это собрано было жителями гражданами Латвии. И поэтому, я думаю, мы когда-то, какое-то время, и мы примем эти 5%. Что меня, скажем так, почему это настолько, скажем так, позитивно настроен, потому что у нас была инициатива о том, чтобы мы больше не переходили на зимнее время. И тогда, а так как… Пора бы уже, да, прекратить все это. Да, да, да. А так как вы помните, что там один из аргументов был, а Равис Зинтерс говорил, нет, мы не хотим оставаться с Москвой в одном часовом поясе. В одном часовом поясе, да. А границу мы тоже хотим куда-то перенести? А сейчас весь Евросоюз решил, что не будет больше переходить. И их это не смущает, да? И теперь каждая страна, это самое, да, каждая страна просто должна выбрать время, когда она тоже отказывается от этого. Поэтому мы действительно будем в ближайшее, это в будущем один раз только менять этот самый. Часовый пояс. Один раз, да. Поменяем, и все, и останемся в нем на это самое. Будем ли мы там или там, это уже, скорее всего, будет зависеть не от нас, а от Балтии, чтобы мы были, условно говоря, в одной этой самой часовой зоне. Это было. Было о том, чтобы уменьшить ПВН на сельхозпродукцию. Да, это было принято не в том, как хотели заявители, но на сельхозпродукты, овощи, которые производятся в Латвии, да, на них это самое, на них снижена налогородставка, введен период три года, который, взяли, который будет проанализировано, чтобы потом можно было посетить на следующих. Поэтому, как показывает опыт, что удается, да, и хорошо подготовлено заявление, которое потом, во-первых, люди услышаны, и потом через депутатов, которые поддерживают эти идеи, это может перейти и в закон. Да, вот такой тоже важный вопрос, который не могу вам не задать. Послезавтра в субботу состоится Конгресс Согласия. Я так понимаю, вы будете там присутствовать, конечно, как депутат Сейма от этой фракции, наверное, как делегат от ЗМГЛ. Как делегат от Екапиоса, от первичной организации. Вот я к этому и веду, да. Вот, наверное, екапиосчане и, может быть, вообще в этот регион, в котором вы баллотируете, ЗМГЛ, тоже вы же знаете там реакцию и так далее. Все-таки, что вы ждете от этого Конгресса, какие перемены нужны, потому что даже вот, если так можно сказать, говоря с другими, однопартийцами вашими, одни говорят, что, тут мне не разделись, одни говорят, кризис, кризис, другие говорят, почему кризис. Но есть какие-то имиджевые издержки там у партии, которая давно находится на политической сцене, это неизбежно. Вот как вы вообще оцениваете? Третий говорит о том, во всем виновата Рижская дума, если бы не они, все было бы замечательно. Вот как вы сами оцениваете ситуацию и какие перемены вы вообще ждете? Ну, действительно, это самое, скажем так, я уже, ну, с 2001 года в рядах, ну, скажем так. 18 лет, как время пишет, да. И поэтому, когда наступали периоды кризисные, скажем так, у оппонентов политических, да, я не вспомнил, что я ждал, что у нас что-то произойдет, но я понимал, что это, наверное, неизбежно, да, и неизбежно, и что должно это произойти, вопрос, когда это произойдет и что будет являться причиной всего этого. Всегда я считаю, что нормальное партийное строительство, это оно таково, что мы не должны зависеть от одного человека, да, потому что, к сожалению, к счастью, мы все учимся на ошибках, скажем так, как других партий, когда делалось, не хочу сказать, что там культ личности, да, но когда лидера возводили, скажем так, в какой-то определенный статус и просто-напросто ждали вот все от него, да, то есть решение принимает он, он дает какие-то те самые направляющие. Безусловно, роль лидера очень важна, но я всегда считал, что должна работать так называемая команда, да, и поэтому, если говорить вот о себя в регионе, то, а, да, безусловно, все считали, что вот лов избран от нас, безусловно, каким-то там пиететом, уважением, но я прекрасно понимал, что я не хочу быть тем человеком, на котором закончится, скажем так, работа и партии, и всей партии, и партии на местах, да, поэтому были периоды, когда я передавал руководство людям, которые не являлись, руководство организацией, которые не являлись депутатами, потому что считал, что таким образом мы, во-первых, готовим смену, и, во-вторых, чтобы не было такого, что вот я депутат, я же руководитель первичной организации, условно говоря, все затачиваю под себя, чтобы мне было удобно и комфортно, да, поэтому я жду следующее, я жду, что, безусловно, мы об этих наболевших вещах переговорим, второе, выработаем модель, которая будет живой, работоспособной, и которая будет опираться на мнение людей с первичных организаций, и, ну, первичные организации должны быть такими, которые не смотрят в рот своему лидеру, да, а внутри у себя дискутируют и доносят месседж до руководства, то есть что... Ну, руководство будет другое, я так понимаю, да, с учетом того, что Нил Шаков сам отказался, да. Да, оно, безусловно, должно измениться, будет голосование, поэтому забегать вперед не хочу, посмотрим, кто будет избран в руководство партии, но то, что должны прийти новые лица, и они должны постепенно вводиться, да, это нормально, потому что одни и те же самые лица, которые, скажем так, я считаю так, депутат, который отработал минимум один срок, он уже должен, если он отработал, да, он должен переизбираться не то, что там без рекламы, а без какой-то усиленной рекламы на него, да, то есть его, он своей работой должен быть, он должен знать избирателя, должен знать жителей этой самой страны, и должен хотеть за него проголосовать, и за партию в том числе. А если мы думаем, что вот можно там ездить на автобусе и на плакате, да, и только поэтому за тебя должны голосовать, мне кажется, это неправильно. То есть надо, не знаю, как это в Риге, да, все-таки, потому что я сам я с Екапилса, но то, что нужно больше общаться, разговаривать с людьми, да, это факт. Вот тоже, если мы говорили о согласии, но если посмотреть глобально, вот вы в самом начале сказали, что вот эти правящие партии, в том числе вот эти новенькие, условно говоря, КПВЛВ и вот эти новые консервативные партии, обещали много. Мы видим, что в 2019 году это не было выполнено, потому что нам сказали, что это вообще технический бюджет. В следующем году практически ни одно из этих обещаний выполнено не будет. Ну хорошо, но ведь мы понимаем, что в 2022 году время бежит быстро, ну сначала будет 21 выбором в своем управлении, 22 будут новые парламентские выборы. Но неужели те политики, вот ваши коллеги, я понимаю, что к ним в голову не влезешь, но будет ли какой-то момент, когда сама коалиция может, не знаю, дрогнуть или треснуть и сказать, что, ребята, ну а сколько мы будем обманывать людей? Мы же совершаем политическое самоубийство. Вы знаете, нам очень часто бросают упрек в том, что вот вы в оппозиции, вы ничего не можете. Вот я думаю, что сейчас именно тот период, когда мы можем вот именно тем, кто нам обещал, сказать, что давайте мы выполним это, но с нашей помощью выполним. Я согласен за то, что зарплата минимальная 500. Я согласен. Я согласен с тем, наверное, что необлагаемый минимум должен быть увеличен. Поэтому о том, что единственное, условно говоря, единственное жилье или квадратура должна не облагаться, где человек живет. То есть есть вещи, которые ими были обещаны и которые совпадают и с нашей программой. И мы готовы им помочь это реализовать. То же самое, как вы помогли вот с этим гражданцам-младенцами. Без голосов оппозиции бы это принято не было. Скажите, пожалуйста, вот вы это хотите, мы вам это поможем. Давайте вместе это самое. Но примем то, что действительно необходимо, нужно. И то, о чем говорят, допустим, конфедерации работодателей. Профсоюз о чем говорит. То, о чем обращаются пенсионеры. То есть если совпадают наши эти сомнения, мы вам готовы помочь это реализовать. И я думаю, что мы пойдем таким этим самым, что... Бутем. Несмотря на то, что нам тебя обзывают, тебе дают клеймо, тебе это самое. Но здесь, скажем так, я, честно говоря, я не обижаюсь, потому что... Как не обижаюсь? Я обижаться на человека, который с такими сыплется словами, это значит, скажем так, не уважать себя. Просто я понимаю его уровень, да, политической культуры. Нет смысла. Нет смысла, да, на это, но это не интересует моего избирателя. Моего избирателя интересует, что в жизни, какие будут улучшения. И если программные направления наши совпадут с новой консервативной партией, с КПВ, ЛВ, я не понимаю, что не выполнив это, им они уйдут на свадьбу. Вы готовы им помочь, да? Мы готовы им помочь, да. Главное, что были приняты эти решения. Главное, что были приняты, потому что для нас самое главное, это действительно человек, как социально-медицинская партия. Вот еще один такой вопрос, весьма важный. Ведь мы знаем, что после того, как стало понятно, что правительство не собирается выполнять свои обещания, ну, к примеру, медикам, педагогам, мы знаем, что было заседание профсоюза медработников, которое обещает протесты, включая там предупредительную забастовку прозвучало. Сегодня профсоюз работников образования тоже подтвердил, что они готовы протестовать активно. Вы вообще в это верите, и насколько вот это эффективно? Потому что здесь тоже мнение расходится, очень есть радикальные люди, которые говорят о том, что вы же видите, как во Франции, в других странах защищают права, и это работает. Вот когда власть видит, что народ это не будет терпеть, это работает. Другие говорят, что в Латвии это не работает, и медики ведь бастовать по существу не могут, ну, неотложной помощи даже законам запрещено бастовать, и это понятно, да. Ну, будет предупредительная забастовка, мы помним забастовку семейных врачей, да. На нее даже многие не обратили внимания. Абик, вот здесь я, безусловно, я поддерживаю эти настроения и эти требования. Но вопрос их реализации, это отдельная тема, и мне вот здесь понравилось, как действовали службы безопасности аэропорта, да. То есть, ну, они ушли все до больничной, и когда два человека... Да, английская забастовка, да. Да, да, и когда два человека работало, и потом аэропорт выплатил там сотням человек за то, что они не улетели, да, и компенсацию, да. Это самое, нашлись деньги, и раздворилась нормальная работа. Вполне возможно, что это был не только вирус, да, который сразил всех работников. Да, да. Я думаю, что это очень хорошо вот... Подействовало. Подействовали, сработал там, не знаю, профсоюз у них там или... И оказалось, что деньги есть. Деньги есть. То, конечно, когда главный в Аэробалтик получает миллион, да, но, наверное, эти деньги можно найти до увеличения зарплаты, при том, что развивается аэропорт, работает с прибылью, да, купил новые самолеты. Но, извините, найдите этот баланс, да, который необходим для того, чтобы это все это было. Поэтому я думаю, что, наверное, нужно просто найти правильное решение, которое... А, с одной стороны, если он не повлечет за собой... Последствия для пациентов. Последствия для пациентов, но будет настолько действенным, чтобы это ощутили и поняли, что нет. Ну, так нельзя делать, да. Вот это, я думаю, было бы самое правильное. Это было бы, во-первых, красиво. Это было бы то, что должны делать люди, получившие высшее образование, у которых должна работать еще эта самая смекалка. Да, абсолютно право. Может быть, такой последний еще такой вопрос. Но, в принципе, есть такое ощущение, что если вот так дальше будет продолжаться, то вот дефицит медработников... Мы говорили о врачах, но ведь с медсестрами еще большая проблема, да, наверное, и в регионах тоже. Самое страшное, это то, что, как нам сказали на заявлении комиссии представители общества врачей Латвии, что в этом году после увеличения зарплаты часть медиков и медсестер вернулась. И то, что сигнал резидентам, которые думают связать жизнь со стороны и страной, и говорят, что вот сегодня дали, а следующий год не дадут, то есть вот... Такая неопределенность, да? А тебе нужно принимать решение. Вот ты остаешься здесь и веришь в системе, и остаешься в стране, или тебе говорят, приезжай туда, работа 6 часов, 6,5 часов, там 4 тысячи зарплатная плата. Или здесь 800 на бумаге, да? Да, и язык ты уже знаешь, это самое, потому что, ну... Молодежь английским говорят, да. Английским, немецким, это самое, владеют языками, это самое. Но самое интересное, что это хочу, Даша, пройдя слушаем, сказать, что оказывается медсестры в Нидерландах, да, когда набирали, и в Германию, преимуществом пользовались те, кто имеет знание русского языка. Я был удивлен, и нам сказали да, 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 потому что, наверное, очевидное количество наших соотечественников, имею в виду, там уже настолько большое, что таким людям отдаётся приоритет, и это было сказано, я так посмотрел на представителей национальной коалиции, да, для которых вот знание русского языка почему-то вызывает тот самый, да. Если мы говорим о себе как о богатстве... То у них это вызывает аллергию, да? Аллергию, да, и вот теперь получается, что здесь они пытаются в закон внести, чтобы нельзя было по незнанию русского языка, чтобы это было препятствием для посреди на работу, а как он не будет действовать это самыми компаниями, которые нанимают в Голландию и в Германию. То есть и уезжают, не важно там это латышская или русская, да, то есть квалификация, и плюс знание русского языка это являлось преимуществом, и они получали первостепенно на работу. То есть это говорит, это я говорю о том, что знание языков это богатство, да, и мы должны, те, для кого русская культура является родной, мы должны знать язык, да, и хочу обратиться к своим друзьям-малатышам, ну, дети, растут дети, ну, давайте им тоже этот самый язык, ну, пригодится в жизни. Русский обязательно пригодится, да. Да. И он никак не во вред государству. Вот почему-то здесь пытается противопоставить, но это же полный абсурд, да? Это увеличение конкретной способности, это культура, это театр, это кино, то есть это, вот даже если брать, для развития личности, да, это… Да, мы сейчас даже, вот даже об этом говорим, сейчас даже не о работе. Не о работе даже. Виталий Ров, у нас был в студии, депутат Сейма, большое спасибо.